На партийной конференции традиционно присутствуют не только члены Единой России, но и сторонники партии, представители администрации и Совета депутатов, общественники. Начиная подведение итогов деятельности партийцев на территории муниципалитета, председатель Совета депутатов округа, руководитель фракции Единой России Станислав Радченко озвучил главный результат проделанной работы. У нас наблюдается позитивная динамика. С 32-го места мы перешли в зеленую зону и входим в турок 15 лучших отделений партии. При активном участии рядовых партийцев, депутатов фракции, членов местного полиции, молодого ардейцев, наших сторонников. В этом квартале 2023 года мы создаем 10-е место в лучшем деятельности муниципалитета в Москве. Он также рассказал, что ленинским отделением партии проведено более 970 мероприятий, в том числе 170 личных и выездных приемов, тематических и региональных недель. Ведется активная работа по реализации 11 партийных проектов федерального, регионального и местного уровней. Всего мероприятиями было охвачено более 11 тысяч жителей округа. Сегодня на территории муниципалитета у нас открыто 7 игровых пространств в учреждении здравоохранения, где, ожидая посещение врача, наши маленькие жители, посетители с комфортом могут провести свое время. Депутаты нашей фракции с активистами молодой гвардии пополняют детские зоны, развивающие играми и наборами для творчества. Успешно реализуется акция «Собери ребенка в школу». В этом году члены и сторонники партии «Единая Россия» подарили первоклассникам более 150 наборов для школы. Особое внимание уделялось многодетным и малоимущим семьям, а также детям-участникам специальной военной операции. На базе слабого партии у нас продолжается сбор гуманитарной помощи для подширки 42-го стрелковой дивизии и жителей новых регионов Российской Федерации. С начала проведения СБУ отправлено 15 конвоев, а это свыше 100 тонн гуманитарной помощи. В сбор у нас активно участвуют партийцы, сторонники, депутаты фракции, наверное, лучшие жители, самопредиматели. Активная помощь оказывается и семьям мобилизованных. В заключении отчета Станислав Радченко обратился со словами благодарности ко всем, кто принимал активное участие в работе. Благодарю весь каждого, кто активно включен в нашу учебную работу, находится в контакте с администрацией, с полноценным комитетом, с советом, где туда обратная связь с населением, помощь жителям, решение права значительно укрепляет авторитет нашей партии. В ходе мероприятия также были избраны делегаты на конференцию подмосковного отделения партии «Единая Россия», которая пройдет 22 ноября. Ими стали Евгений Усков и Алена Какоева. В ходе торжественной части конференции партийные билеты «Единой России» были вручены четырем новым членам. Я пришла в партию, чтобы как-то чувствовать себя частичкой этого государства и принести какую-то пользу обществу. Интересует, например, защита животных, ну и с детьми, то есть в школе, то есть я активной мамой являюсь. Резюмируя результаты работы в уходящем году, глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Спаский отметил, что один из важных результатов всех реализуемых проектов – это показатели выборов различных уровней, на которых партийцы неизменно получают значительную поддержку граждан. В сентябре этого года мы выбирали губернатора, в марте нам предстают выборы президента, и в сентябре 2024 года уже, может быть, самые главные выборы для муниципального образования – это выборы местного совета депутатов. Нам всем необходимо хорошо, качественно поработать на земле, чтобы избиратели оказали правильный, нужный уровень доверия. Максим Козлов, Александр Логинов и Катерина Давлятова. Видно этого.